С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Екатерина Дементьева. Сегодня мы расскажем. Число заболевших COVID-19 растет. Только за минувшие сутки заболевания выявлены у семерых жителей округа. Всего проходит курс лечения 23 человека. Двое из них находятся в стационаре. Под медицинским наблюдением на дому 228 человек. В администрации округа провели оперативный штаб. В новые правила охоты, которые вступают в силу 1 января 2021 года и ущемляют права местных жителей, внесут поправки. Понимание в Министерстве природы найдено. В эти выходные проверить себя на силу и выносливость мог любой желающий любитель-велосипедист. В окрестностях Наринмара стартовал традиционный велокросс-осенний марафон. Об этих и других событиях расскажем в ближайшие 20 минут. Эпидемиологическая ситуация в Ненецком округе ухудшается. За минувшие выходные дни зарегистрировано 7 случаев заболевания. COVID-19 выявлены у жителей Наринмара, поселков Искатели, Красное, сел Тельвицкое и Великовисочное. Все пациенты получают лечение амбулаторно. На лечении в стационаре Ненецкой окружной больницы на сегодняшний день находятся два пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. Амбулаторно по месту нахождения лечение получает 21 человек. Под медицинским контролем на самоизоляции на дому находится 228 человек. Несмотря на то, что мы так сильно себя оберегали, коронавирус так и зашел на нашу территорию. У нас произошел рост заболеваемости уже среди нашего населения. То есть это уже не вахтовики, которые приехали на работу, это уже наше население, которое вернулось из отпусков, начало активно посещать общественные организации. И вот выявились случаи заболевания. На территории региона продолжает действовать режим повышенной готовности, включающий ряд мер, направленных на сдерживание распространения коронавирусной инфекции. В частности, с 20 сентября действует обязательный масочный режим. Если на улице она еще пока не требуется, то при посещении общественных организаций, учреждений, школ, магазинов, аптек и так далее, маска обязательная. И ношение должно быть во всем правилах. То есть должен быть закрытый нос и рот. Тем временем в Ненецкий округ поступила первая партия вакцины от COVID-19. Какие категории населения подлежат вакцинации в первую очередь? Там целевая аудитория определена. Это медицинские работники, которые оказывают медицинскую помощь гражданам. Мы планируем завтра начать вакцинировать наших докторов и медицинских персоналов, которые оказывают медицинскую помощь. Но с учетом того, что она у нас идет через 30 дней после вакцинации от гриппа, то есть часть докторов и медицинского персонала идут в эту субботу, часть через неделю. Эпидемиологическую ситуацию в регионе обсудили в понедельник на оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, заседание которого провел заместитель губернатора Ненецкого округа, руководитель аппарата администрации Андрей Влащинский. В частности, обсудили возвращение ограничительных мер по прибытию в округ из других регионов. Решили ввести эту меру вновь с 15 октября. Это действительно проблема, но мы это делаем для того, чтобы сохранить здоровье граждан. Мера крайне непопулярная, но мы все живем здесь и все будем в этой мере соответствовать, скажем так. Закон един для всех. Поэтому предлагаю с 15 октября по 15 ноября ввести второй раз в Ненецком автономном округе режим самоизоляции при отсутствии справки. Поддерживается, коллеги, есть какие-то возражения? Представители окружного здравоохранения и управления Роспотребнадзора ограничительные меры поддержали. Они продлятся с 15 октября по 15 ноября. Всем прибывающим в округ из-за его пределов необходимо будет предоставлять справки об отсутствии COVID-19. Если такой справки не будет, придется пройти курс двухнедельной самоизоляции. В минувшие выходные сотрудники Роспотребнадзора совместно с Департаментом здравоохранения, ОМВД и сотрудниками Росгвардии провели рейдовые мероприятия на наличие масок у посетителей в общественных местах. Об итогах рейда в следующем материале. На территории региона с 20 сентября введен масочный режим. В то же время ограничительные мероприятия по прибытию в округ были отменены. Поэтому ношение маски в общественных местах, по словам сотрудников Роспотребнадзора, считается обязательным. А именно перед посещением медицинских организаций, аптек, магазинов, общественного транспорта необходимо надевать маску. Мы бы еще очень хотели, чтобы наши граждане понимали, что они не только должны пользоваться масками, но они должны их уметь носить правильно. То есть правильное ношение маски – это обязательно и закрытие рта, и носа. То есть маска, которая опущена, такого не должно быть. И мы считаем, что работники медицинских учреждений обязательно должны подавать в этом пример и всегда носить маску абсолютно правильно. Вы согласны с нами? Конечно. Сеть аптек Ненецкой фармации пошли навстречу местным жителям и разместили при входе в аптеку одноразовые барьерные салфетки и антисептик. Однако не все граждане желают воспользоваться такими средствами. Да, выслушиваем свой адрес немало. Не все хотят носить маски и ругаются с нами, но при этом мы не можем обслуживать их без масок. Поэтому в любом случае они либо уходят, либо покупают маску. Либо у нас есть барьерные салфетки, они их одевают. Бесплатные. Также в аптеке при покупке товаров на сумму 500 рублей медицинскую маску дают в подарок. При проведении рейдового мероприятия мы увидели, что в основном наши граждане готовы к этому. Они понимают, наверное, необходимость просто. И я думаю, что действительно, когда они будут знать, что ситуация неблагополучно складывается в округе и что ношение этой маски обязательно, я думаю, что большинство наших граждан, действительно понимая всю важность этого мероприятия, будет соблюдать это требование. За соблюдением ношения масок в общественных местах будут следить сотрудники ОМВД и Росгвардии. Мы бы хотели, чтобы наши граждане знали, что те, кто считает, что это не нужно делать, что за это предусмотрена административная ответственность. И буквально уже с понедельника уполномоченные органы, это ОМВД России по Ниньскому автономному округу и Росгвардия будут привлекать граждан к административной ответственности по статье 26.1. Какие же штрафы предусмотрены? То есть по этой статье предусмотрено предупреждение и штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Также Роспотребнадзор советует жителям Сташи 65 лет посещать общественные места в первой половине дня, когда наименьшее скопление людей. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал Север. Окружные депутаты обсудили проект дополнительного соглашения к договору между Архангельской областью и Ниньицким округом. Договор между органами государственной власти Архангельской области и Ниньицкого автономного округа о взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации заключен 5 июня 2014 года. Действие договора и дополнительных соглашений к нему истекает 31 декабря 2022 года. В начале октября от губернатора Архангельской области Александра Цибульского в адрес губернатора Ниньицкого автономного округа поступило предложение о подписании дополнительного соглашения о продлении действия договора на три года до 31 декабря 2025 года. Решение принято совместно руководителями двух субъектов на основании решения специально созданной комиссии, в состав которой вошли также депутаты окружного собрания. В целях необходимости подготовки и внесения проекта в окон о бюджете Ниньицкого автономного округа, но и Архангельской области тоже на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов необходимо продление данного договора. Данный договор подписан со стороны Архангельской области губернатором в то время время, сейчас уже губернатором центром питающим Цибурским направлен в наш адрес, поэтому предлагается его одобрить и продлить до этого направления по 2025 год. Принятие ДОП-соглашения необходимо для подготовки проектов законов о бюджете на региональном уровне и позволит в ближайшие три года формировать проекты бюджетов двух субъектов, не возвращаясь к продлению договора каждый год. Продление до 2025 года позволит последовательно Ниньицкому округу принять три закона о бюджете. Это законы с 2021 года и заканчивая законом на 2023 год и плановый период до 2025 года. Это, конечно же, достаточно хороший задел в перспективу, поэтому мы предлагаем одобрить и принять соответствующий проект постановления. В свою очередь, председатель постоянной комиссии Наталья Кордакова напомнила, что ситуация с окружным бюджетом в этом году, как и в следующем, очень непростая из-за выпадающих доходов и предложила со стороны депутатского корпуса также подготовить обращение в адрес правительства Российской Федерации о выделении финансовой помощи Ниньицкому округу, поскольку регион является одним из субъектов, ориентированных на нефтедобычу и особенно страдающий от волатильности цен на нефть. Налог на доходы физических лиц создаёт условия непосредственно регион. Это не недорог, там ещё что-то, это непосредственно работа региона. Мы много средств закладываем для того, чтобы, уважаемые коллеги, в том числе и субсидии мы предоставляем предприятиям, может быть, тогда обратиться по налогу на физических лиц в норматив 50%. Меня вот это единственное смущает, остальное понятно. Депутат Татьяна Фёдорова отметила, что бывший губернатор Нинецкого округа, а ныне губернатор Архангельской области Александр Цибульский, неоднократно высказывался о необходимости пересмотреть нормативы отчислений отдельных налогов в окружной и областной бюджеты. По итогам обсуждения принято решение одобрить ДОП-соглашение. Данный вопрос будет вынесен на ближайшую сессию, которая состоится 15 октября. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Новые правила охоты, которые вступят в силу с 1 января 2021 года, не на шутку встревожили жители округа, поскольку существенно ущемляют права местных жителей, не относящихся к представителям коренных малочисленных народов Севера. Александра Литкова продолжит. Согласно новым правилам охоты, которые вступят в силу с 1 января 2021 года, в общедоступных охотничьих угодьях округа будут запрещены любительская и спортивная охота на водоплавающую дичь на расстоянии до 15 километров вглубь материка от установленной береговой линии морей Северного Ледовитого океана. В округе в эти пределы попадают более 10 населенных пунктов. Среди них Шойна, Чижа, Несь, Снопа, Белушье, Воланга, Индига, Амдерма, Устка, Ракия и другие. Новые правила охоты существенно ущемляют права местных жителей. Это совершенно недопустимо, если с 1 января все местные жители станут по сути браконьерами. Это связано с ограничением охоты в 15-километровой зоне. Как всегда, все кроется в деталях. И там формулировки этих правил таковы, что охота будет разрешена только КМНС, но не разрешена местным жителям. Либо тем, кто живет только охотой. А таких немного. Поэтому вот в деталях кроется вся суть. Нам очень важно сделать так, чтобы наши жители имели право с 1 января охотиться в 15-километровой зоне, не нарушая никаких правил охоты. Проект новых правил охоты был размещен Министерством природных ресурсов и экологии России на сайте для общественных обсуждений. Они закончились 18 мая 2020 года. При этом, как сообщили в окружном ведомстве, документ перед процедурой общественных слушаний не направлялся в субъекты для рассмотрения сбора замечаний и предложений и не был согласован с органами государственной власти регионов, уполномоченными в области охоты. Глава региона поручил профильному департаменту вмешаться в ситуацию и добиться положительного решения Минприроды в пользу местных жителей. Они рассматривают наши предложения, то есть внести изменения, чтобы не ущемлять местное население, скажем так, не делить на КМНС и просто жителей округа. Пока ведется работа. Мы надеемся, что мы все-таки к концу года ее завершим в нашу пользу. К решению проблемы подключился и депутат Государственной думы от Ненецкого округа Сергей Коткин. По его словам, в Минприроды заверили представителя региона, что до конца года вопрос будет решен и в новые правила внесут поправки, разрешающие охотиться в 15-километровой зоне не только представителям КМНС и профессиональным охотникам, но и всем жителям сел. В этих 15-километрах будет разрешена охота коренным малочисленным народам Севера Сибири, Дальнего Востока, общинам и тем жителям, которые проживают постоянно на территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока. Это значит, что под эту категорию подпадают все жители заполярного района, потому что есть другое распоряжение постановления правительства, какие территории относятся к традиционным проживаниям коренных малочисленных народов. Это весь заполярный район, за исключением поселка Искатели, но город Наринмар мы не говорим, это за 15-ти километров. Поэтому у нас сейчас стоит вопрос с тем, что, во-первых, проконтролировать, в каком виде этот приказ выйдет, его исправят, и второе, посмотреть по поселку Искателей, по городу. Может быть, как вариант, я просто мыслю вслух, посмотреть, может быть, нам изменить то распоряжение, то постановление, отнести тот же поселок Искателей к местам традиционного проживания коренных народов. Но тут надо смотреть, что за этим потянет, какие вопросы. Это же не просто так, надо все смотреть, изучать. Есть еще над чем работать в дальнейшем, но уже теперь жители сельских населенных пунктов округа могут не переживать. Охота будет разрешена для всех. Александра Литкова, Владислав Носкин, Антон Годряков, Телеканал Север. Депутаты утвердят соглашение о границах с Республикой Коми и Ямало-Ненецким автономным округом. Соответствующие проекты постановления окружные депутаты рассмотрели на заседании постоянной комиссии по делам Ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользования. По словам начальника управления имущественных и земельных отношений Ненецкого округа Анастасии Голговской, в рамках реализации комплексного плана проводится работа по внесению границ административно-территориальных образований, в частности, границ субъекта Российской Федерации в Единый государственный реестр недвижимости. Это важная работа, которую мы продолжаем. Она начата уже давно. Сегодня были рассмотрены постановления по определению границ между Ненецким автономным округом, Республикой Коми и Ямало-Ненецким автономным округом. Границы округа должны быть четко определены, потому что это требует и законодательства, и это позволит нормально функционировать субъекту полноправно на своих землях. Согласно окружному закону, соглашения между соседними регионами об установлении сопредельных границ утверждаются постановлением собрания депутатов Ненецкого округа. Сила воли и выносливость. На Ринмаре прошел велокросс-осенний марафон. Участие в нем приняли любители велоспорта всех возрастов. Организаторами спортивного мероприятия стали клуб любителей лыжного спорта и Центр арктического туризма Ненецкого округа. Первоклассник Вова Асташов приехал на соревнования вместе с папой и дедушкой. Мальчик говорит, что готов к любым трудностям, потому что тренировался. Еще одна участница кросса Даша Вострикова. Девочка занимается лыжным спортом, но велосипед тоже в числе ее приоритетов. Трассу, по которой проходит кросс, она уже успела проверить. Должно быть желание в первую очередь, а физическая подготовка – это уже второе. Марафон проходит на проселочной дороге в районе Безымянного озера. Никакой профессиональной подготовки от участников не требуется. Соревнования проводятся в пяти возрастных группах. Для каждой своя дистанция. Я люблю кататься на велосипеде. И почему бы и нет, в принципе. В выходной день. Так как мне 16 лет, я еду на 20-километровую трассу. Считайте, два круга. Велокросс проходит в Нарьинмаре уже пятый год. Организаторы отмечают, что состоится он при любой погоде. Людям это нравится. С каждым годом у нас все больше и больше участников. В этом году детишек прям наплыв. Мы этому очень рады. Мы готовимся. И, конечно же, я думаю, что сегодня, невзирая вот на такую погоду, все получат огромнейшее удовольствие. Организаторы велокросса отмечают, с каждым годом интерес к мероприятию жителей города повышается. В нашем регионе и в нашем городе очень высокий интерес именно к велосипедному виду спорта. Многие любят кататься на велосипедах. Многие хотят испытать себя, преодолеть себя. Я считаю, что это очень полезное мероприятие. И даже несмотря на дождь, сегодня у нас очень много участников ожидается. Несмотря на погоду, которая в октябре не самая приятная. Но традиционно каждый год порядка 40 участников хотят испытать себя, проверить себя, насколько они готовы, насколько они могут преодолеть ту трассу, которую мы для них подготовили. Всех участников велопробега ждал горячий чай с пирогами на финише, а победители велогонки получили памятные призы от спонсоров. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.